Мед, Манучер, мне кажется, они будут очень хорошими мужьями и дистанинами, ну Манучер не знаем, конечно, Мухаммад, ну Мухаммад, по-моему, всегда таки мягок. Знаешь, как раз-таки я жену себе не возьму, то, что я в театре работаю, это нормально, она ничего не скажет. Я говорю же, я думаю, что это не он говорил. Мне кажется, это, вот это уже за него говорило общество, сто процентов я в этом не говорю. Я думаю, если я останусь здесь в Душамбе, если следующим летом я не уеду отсюда, то уже буду полностью подстраиваться под наше общество. Войду замуж, уйду из театра, конечно. Потому что я сомневаюсь, что здесь найдется человек, который примет тебя с этой профессией, либо будет позволять тебе танцевать на сцене, а с другой стороны, там и домашние хлопоты, и дети, и, наверное, уже времени не будет на то. А ты чего сама боишься, замужества? Потому что манки. Почему, потому что манки боятся? Мне кажется. А все равно у меня всех, потому что манки же одинаковые. Не знаю. Сейчас боишься, а вдруг у тебя все наоборот. Не знаю, вот клин, самое страшное на самом деле для меня, это вот, как тебя примет свекровь. Может, она хорошо примет. Ну, дай бог, но это редкость. Вот именно, когда бросишь балет, а почему нельзя у нас соединить и балет, и семью одновременно? Ну, конечно, общество давит. Ну, особо не общество давит, просто мы воспитаны так, и все с детства. Может, после нас, поколения, которые наши дети, может, вот так будут рассуждать, как мы рассуждаем, что он левый какой-то человек, он на балерине женится. Да, так может быть. Но мы-то выросли по-другому совсем. У нас немножко все-таки воспитание. Вот именно то, что мы выросли по-другому. Ну, мы даже, даже мы по-другому выросли, и смотри, иначе мы рассуждаем. Все равно так же рассуждаем, как наши отцы. Не, ну, а все равно. Просто иногда думаешь, блин, это та жизнь, которую ты хотела. Продолжение следует...